У шемкентского пациента, которому неделю назад пересадили сердце, состояние средней тяжести. Напомню, трансплантацию в регионе врачи провели впервые совместно со столичными коллегами. Оперировали мужчину по уникальной казахстанской технологии. В планах масштабировать этот опыт. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу Жебекжола заявил председатель правления UMC Юрий Пя. Подробности у Ирины Панфиловой. У жителя Шемкента теперь два дня рождения. Неделю назад врачи подарили ему вторую жизнь. Почти 8 лет пациент страдал от хронической сердечной недостаточности. Болезнь была на последней стадии. Мужчина ждал пересадку искусственного сердца. Чудом нашелся донор. Состояние пациента на сегодняшний день расценивается как средней степени тяжести. Пациент в сознании. Пациент полностью адекватен. Давление, ритм. Все у него стабильно. Пациент активен. Активизируется в пределах своей палаты. В плане выписки, я думаю, где-то еще неделька, может быть, 10 дней он будет в клинике. Это эксклюзивные кадры, на которых неделю назад для пациента из Шемкента доставляли донорское сердце. Транспортировали его из Кустаная. Накануне туда экстренно выехали медики кардиохирургической клиники университетского медцентра Астаны. Вторая группа направилась в мегаполис готовить мужчину к операции. Продлилась она почти 7 часов. Это первая совместная трансплантация в регионе, поскольку до сегодняшнего дня все трансплантации проводились только здесь, в Национальном кардиохирургическом центре в Астане. Самое важное, что это первая операция, которая проведена по технологии, которая разработана в этом центре. То есть это наша уже отечественная технология, я бы сказал, уникальная в своем роде. Для нас это большая честь и большая гордость, что операция эта прошла успешно. К совместной трансплантации сердца кардиохирурги Астаны и Шемкента готовились несколько лет. По словам Юрия Пя, со временем такие операции медики Южного региона смогут проводить самостоятельно. В планах внедрить уникальную отечественную технологию и в Алматы. 200 пациентов ежегодно нуждаются в этой операции. Но понятно, что мы не покрываем эту потребность, поскольку донорство у нас еще очень-очень слабо развито. Но мы пытаемся помочь этим пациентам применением искусственного левого желудочка. Напомню, первую трансплантацию сердца в Казахстане провели порядка 11 лет назад. За эти годы отечественные кардиохирурги подарили вторую жизнь почти 90 пациентам. На сегодняшний день в очереди на операцию стоят еще около 150 казахстанцев, в том числе семеро детей. Ирина Панфилова, Шудин Саидов и Тулигин Бесимбаев. Жебекжулы.